Приветствую вас, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы рассмотрим необычный удалепрочный аппарат от компании Unigerx под названием Golden A, что в переводе означает «золотой глаз». Как вы понимаете, отличительной особенностью данного аппарата является его мегамочный фонарик, который не оставит равнодушным любителей ночных приключений. Стоимость данного аппарата в период распродажи будет составлять в районе 270 долларов. Это где-то 21 тысяча рублей, что вполне демократично, учитывая бодрый процессор и запасы памяти 8256 гигабайт. Каковы еще достоинства, о чем кроются недостатки данного аппарата, вы узнаете из этого обзора. Узаживайтесь поудобнее, вы на канале Smart Life, поехали! В комплектации вы найдете зарядное устройство на 33 Вт, кабель USB Type-C, причем обращаю ваше внимание, что выход под Type-C здесь идет с обеих сторон, ну и переходник с 3.5 Jack под Type-C. На сам смартфон из коробки, кстати, наклеена защитная пленка, то есть ее покупать дополнительно не нужно. Выпускается аппарат у нас только в одном цветовом решении, черном. Как в моем случае, диагональ его составляет 6,53 дюйма при соотношении сторон 29 и Full HD плюс разрешение. Матрица, она здесь стандартная, IPS 60 Гц имеет, стекло ударопрочное, горелоглаз, но какого поколения мне так выяснить, честно сказать, не удалось. В верхней части у нас расположился вырез под фронтальную камеру в левом верхнем углу, ну и по центру перфорация под разговорный динамик. Толщина верхней и боковой рамки составляет 3 мм. Нижняя рамка потолще идет в районе 6 мм. Также обращаю ваше внимание, что экран немножко утоплен вглубь самого каркаса телефона. Это, в принципе, хорошо для ударопрочных телефонов. То есть при падении, в первую очередь, удар происходит на вот эту защищающую грань. В ударопрочных аппаратах это, в принципе, такой важный фактор. На верхней грани у нас расположился и капорт для управления бытовой техникой, что редкость вообще в смартфонах других брендов, помимо Xiaomi. Значит, с правой стороны кнопка питания, в которую встроен сканер щетков пальцев, и кнопки регулировки громкости. Выполнены они у нас из металла, то есть это у нас металлическая вставочка. А с левой стороны у нас также такая вот металлическая вставка, две кнопки, которые можно настроить на разные задачи, ну там на включение фонарика, ну либо на другие всякие функции, но об этом поговорим немножко позже. И также у нас здесь расположился лоток под сим-карты формата 2 наносим-карточки. Сюда можно установить microSD-карточки, память, к сожалению, расширить не сможете. Ну тут тоже резиновая вставка есть, потому как сам смартфон у нас обладает пылью и водо-влагозащитой. На нижней грани у нас разъем для подзарядки USB Type-C. Вот таким вот образом он выглядит. Самое главное то, что разъем не сильно утоплен, то есть любой стандартный кабель сюда подходит без особых проблем. Ну и также вот здесь расположилось отверстие под разговорный микрофон. Давайте рассмотрим заднюю грань. Вот здесь на задней части расположилась перфорация под наш основной динамик. Тут у нас такая вот металлическая вставка алюминиевая с надписью компании Unigertz. Вот, ну и сам такой вот модуль камер. Вот камера одна, камера вторая, основная и макрокамера. Также у нас здесь отверстие под микрофон и вспышка. Вспышка вот такая дополнительная. Есть стандартная вспышка, а есть такая вот дополнительный мегапрожектор. Вот таким вот образом необычным этот прожектор у нас выглядит. Значит, ну, само собой, как я уже сказал, смартфон имеет на степени пыли и влаги защиты IP68. То есть не боится ни воды, ни пыли. Ну, естественно, до того момента, как вы его уроните. Потому как при падении, я думаю, что какая-то герметизация может быть нарушена. Ну, а тут все зависит от падения. В целом сборка хорошая. То есть материал корпуса, тут металл, тут такой вот приятный на ощупь софт-тач. И вот я бы сказал то, что боковые грани вот здесь немножко усилены. То есть ощущается, что здесь немножко, видите, такой вот выпирающий фактор идет. То есть обычно при падении, в первую очередь, смартфон падает на углы. И здесь они видно, что усилены. То есть видно, что смартфон действительно ударопрочный у нас получается. Ну, вообще, кстати, к слову говоря, хочу сказать по габаритам. Ну, не ощущается он сильно большим. Вот стандартный смартфон по KX5 Pro. То есть по ширине, а по высоте они очень достаточно схожи. То есть, в принципе, габариты у телефона нормальные, адекватные. Вот я его взял в руки. Я не могу сказать, что мне ощущается этот смартфон каким-то громоздким, большим. Может быть, конечно, я уже большим диагоналям привык. Но в целом эргономика для ударопрочного смартфона у него хорошая. То есть ничего в руку не врезается. Эргономика мне понравилась. Так что, в общем, в целом, внешний вид и сборка у смартфона вызывает исключительно положительные впечатления. Смотрится необычно, сразу могу сказать. Однозначно будете притягивать взгляды посторонних и окружающих с таким вот прожектором. Ну и эргономика хорошая. Так что, в общем, в целом, сборка хорошая. Внешний вид тоже достаточно привлекательный. Работает смартфон у нас под управлением 12-го андроида. Беспроводные обновления у нас здесь по воздуху поддерживаются. Но на момент записи видео никаких обновлений пока ко мне не приходило. Перевод на русский у нас здесь полноценный, 100% практически. Конечно, есть некоторые пункты не переведенные, но в порядке исключения. Давайте быстренько пробежимся по основному функционалу нашего телефона. Ну вот по экрану, сразу зайдем в экран. Вот здесь есть Miravision, с помощью которой можно немножко поднастроить цветовую температуру дисплея. Там более яркие, более такие вот режимы пользовательские. Ну то есть, в принципе, стандартно немножко это все дело можно подкорректировать по экрану. Темная тема. Также, само собой, присутствует ночная подсветка. В темноте пользоваться без напряга для вашего зрения телефона можно будет. Что еще здесь есть интересного? Ну вот здесь это у нас шрифт. Видите, немножко поменялся. Не до конца перевели. Выбор по умолчанию. И здесь иконки. То есть, тоже вот смотрите, выбрал такие иконки. Видите, у нас немножко нетривиальные иконки получаются. И давайте выберем стандартные. Вот так вот все. Стандартные, квадратные. То есть, вот так вот это все дело у нас настраивается по экрану. Что здесь еще интересного? В умном помощнике вот здесь сканер штрих-кода, настройка смарт-кнопки. То есть, видите, вот эти две кнопки дополнительные можно настроить под различные задачи. На короткое нажатие, на длительное нажатие и на двойное нажатие все можно настроить. То есть, смотрите, вот я нижнюю кнопку, длительное нажатие запускает. Вот у меня маленький фонарик. Здесь две вспышки. Для того, чтобы большой фонарик запустить, я вот настроил верхнюю кнопку, но он запускается немножко по-другому. Вот так вот я нажимаю. Или, да, вот, да, длительное нажатие. Вот открывается такое специализированное приложение, уличный фонарь. И вот здесь уже нужно включать вот эту большую вспышку, большой фонарик. Но по яркости немножко позже. Расскажу вам, насколько она мощнее. То есть, видите, у нас такие вот функции здесь настраиваются. То есть, кнопочки под себя, само собой, можно без проблем особых настроить. И, кстати, видите, там не только какие-то задачи, можно еще какие-нибудь там приложения, допустим. Давайте я вам покажу. Видите, приложение под запуск, запустить. То есть, в принципе, функционал этих кнопок достаточно хороший. Сканер штрих-кодов, запись звонков, кстати, друзья, запись звонков есть в сторонние. То есть, звонилка у нас здесь от Google, сразу обращаю ваше внимание. Но вот запись звонков, видите, стороннее приложение позволяет записывать звонки, то есть, отдельно. Вот таким вот образом. Это очень хорошая, полезная функция. Так что для тех, кому нужен телефон с записью звонков, без уведомления, с кем вы разговариваете, вот в этом телефоне такая вот функция у нас имеется. Это хорошо. Так, что еще здесь есть интересного? Блокировка приложений, сетевой менеджер. Ну, в принципе, больше ничего такого. Видите, немножко до конца не доперевели, но так, в принципе, это все у нас, думаю, разобраться с переводчиком можно, без особых проблем. А что еще сказать? Ну, вот с этой стороны лента виджетов от Google, снизу вверх список наших всех основных приложений. Вот здесь инструменты, кстати, вот через инструменты можно запустить вот этот уличный фонарик, вот таким вот образом. Видите, тоже он запускается, закрывается, выходит. Ну, и здесь такие вот дополнительные приложения, это тоже там спидометр, фонарик, пульс, компас, то есть, это все у нас здесь имеется. FM-радио, кстати, тоже есть. Ну, естественно, работаем только у нас с наушниками. Наушниками, NFC, вот здесь также есть приложение для управления пультом. Вот так вот, в принципе, по программно-составляющей вообще все замечательно. Все замечательно, все имеется, все настраивается, то есть, у меня в этом плане вообще претензий никаких нет. ПО здесь оптимизировано достаточно хорошо. Верхняя шторка стандартным привычным образом выглядит. Давайте очищаем все приложения с памяти по классической схеме, ну и запускаем PlayMart, с какой скоростью открывается. Chrome вот так вот открывается, и YouTube открывается. Вот, смотрите, все открывается, прогружается. Так что по программной составляющей тут у нас полнейший порядок, претензий в этом плане никаких нет. Давайте проверим работу сканера обческов пальцев. Он у нас здесь встроен в кнопку питания и отрабатывает хорошо и быстро. То есть, претензий у меня к сканеру обческов пальцев нет. Скорость распознавания хорошая. Face ID, смотрите, тоже Face Unlock, отрабатывает хорошо и четко. То есть, в этом плане все здесь в порядке. Значит, работает смартфон у нас под управлением чипа от Mediatek, какой там, 6833V. Это у нас Dimensity 700 серии. Не знаю, почему здесь написано 6020, но, в общем, это Dimensity 700 серии 5G. Он у нас восьмиядерный, выполненный по семинным треуму техпроцессу. Имеет два ядра Cortex-A76 и 6 Cortex-A55. Графический чип Mali-G57, MC2. Разрешение у нас здесь Full HD+. При этой диагонали плотность пикселей 395 ppi. Достаточно хорошая плотность пикселей. Ну, как видите, герцовка у нас здесь 60-герцовый экран. Оперативной памяти в моем случае 8 ГБ. Других версий нет. Но тут производитель говорит то, что можно расширить оперативный память за счет постоянной. Ну, это как бы такой вот маркетинг. Часто такое бывает в телефонах, но такая возможность есть. То есть версия 8.256. Вот таким вот образом выглядит, значит. Касаемо датчиков, у нас здесь практически полный набор. Ориентация, освещение, приближение. Все в порядке, все хорошо. И напоминаю, еще и Капорт присутствует для управления бытовой техникой. То есть по датчикам здесь все отлично. Мультитач у нас здесь на 5 касаний, но сенсор отзывчивый, корректный. Проблем с тачем никаких я не заметил. Wi-Fi у нас здесь двухдиапазонный, поддержка в 2,4 ГГц и 5 ГГц. Само собой тоже поддерживается. Все в порядке. Через 4 стены сигнал пробивает более чем уверенно. В Antutu данный телефон набирает у нас 331 тысячу баллов. Для Dimensity 700 серии вполне нормальные результаты. Как вы понимаете, для всех задач, в принципе, таких вот показателей будет более чем достаточно. Geekbench в той версии 334 балла и 1953 в многодерном потоке. Это у нас Geekbench графический тест такой своего рода. OpenGL у нас тоже, теперь Geekbench будет графические тесты оценивать. 1245 баллов. Теперь смотрим на показатели более знакомого теста 3DMark. Wide Life 1179 баллов. Это у нас Wide Life Extreme Test Test. 20 подряд циклов запуска графического ускорителя. Ну и своего рода у нас показывает устойчивость. Насколько телефон в игровом плане имеет просадку. Как видите, не имеет просадки. То есть не перегревается. Графические возможности со временем не падают. Тоже устойчивость здесь 99%. Теперь смотрим на KPU Trotting Test. 60 потоков, точнее 100 потоков в 60 минут. Тоже, как видите, все в порядке. Не перегревается. Не тротит процессор. Все в порядке. Система охлаждения реализована отлично. Теперь смотрим на показатели теста скорости оперативной постоянной памяти. По постоянной памяти чтение и запись показатели, ну, такие вот средние. Не самые худшие, но не самые лучшие. В целом нормально. Оперативная память, такие вот показатели более бюджетные. То есть хотелось бы, чтобы оперативная память была более скоростной. Так, теперь, что хотел сказать. По экрану. По экрану давайте я вам продемонстрирую. Максимальный запас яркости. Тут очень даже такой вот неплохой. 150 кандел. То есть экран, смотрите, 147. Ну, в общем, мне выдавало в районе там 150 кандел. Хорошие показатели. Сразу могу сказать. Экран достаточно яркий. Но вот порог регулировки яркости не совсем правильно. То есть вот здесь, видите, я поставил шкалу ближе к концу. Но вот, видите, 44 кандела. То есть 40-50 кандел. То есть вот регулировка не совсем здесь корректная. Ну, и на минимальный порог яркости тоже здесь очень хороший. ВПС всегда минимальный порог яркости был практически на нуле. Так что в этом плане в полной темноте пользоваться сможете без особых проблем. В этом плане все у нас здесь замечательно. Давайте выключим свет. Посмотрим на сам экран. Сейчас давайте немножко подкорректирую. Чуть-чуть яркость сбавлю. Вообще экран ощущается, что не из бюджетных. Сразу могу вам сказать. То есть вот по контрастности, по цветопередаче. Ну и плотность пикселей здесь хорошая. Экран качественный. То есть не из бюджетных. Видно, что качественный. Хороший. Ни в какой оттенок не уходит. Плюс с помощью Miravision можно немножко его подкорректировать, если это вам необходимо. Но, как я вижу, откалиброван он очень даже хорошо. А в целом IPS качественный, хороший. У меня претензии к этому экрану нет. Все хорошо. Может быть, хотелось бы, чтобы здесь было 120 Гц, не 60 Гц для этой цены. Но в остальном, как бы, по экрану, по качеству картинки, тут претензий вообще никаких быть не может. Телефон работает в 2, 3 и 4G сетях. Имеет поддержку всех необходимых бендов. И также есть запас на будущее, потому как аппарат имеет поддержку сетей пятого поколения. А качество разговорной динамики и микрофона отличное. Собеседника слышал отчетливо и хорошо. И он тоже меня слышал отлично. То есть, никаких таких вот ощущений, что ты разговариваешь из какой-то трубы. То есть, несмотря на то, что это защищенный смартфон, динамики и микрофон, и разговорный динамик хорошего качества. В этом плане полнейший порядок. Звучание в наушниках тоже на достаточно неплохом уровне. Конечно, кодек IPX у нас здесь поддержки нет. Но в целом, я вот послушал в своих наушниках звук вполне годный и хороший. То есть, у меня претензий к звуковым таким вот характеристикам у смартфона нет. Ну и плюс, не забываем, с переходничком можно слушать наушники через кабель. По звуку внешних динамиков у нас здесь сзади они расположились. Не стереозвучание. Давайте послушаем, насколько они хорошего качества. Ну что я могу сказать? По качеству динамика он здесь достаточно хороший. Неплохой, хороший. То есть, я не могу сказать, что он какой-то такой вот плохой, как у ударопрочных, как обычно часто бывает. По частотным характеристикам вполне годный, адекватный динамик. Но вот по расположению не совсем удачно, я бы сказал оно. Потому как вот при том, как я кладу на ровную поверхность, динамик немножко перекрывается. И поэтому, ну, ощущаются у нас недочеты. Ощущаются недочеты. Так что в этом плане немножко динамик подсплоховал. Но не могу сказать, что настолько это перекрывается, что у вас будут пропущены вызовы. Пропущенных вызовов у вас не будет. Но нормально, качественно слушать музыку, вот в таком вот положении, наверное, вряд ли вы сможете. Только если вот так вот перевернуть, тогда будет все в порядке. Так что немножко, конечно, в этом плане расположение под расстроило меня. Теперь идем GPS-тест нашего смартфона на улице. Сегодня пасмурная погода. Но несмотря на такие вот тяжелые условия для GPS-навигации, спутники ловят он оперативно и быстро. GPS-глуназ и BDO поддержка тут у нас имеется. Количество спутников и качество приема сигнала тут более чем достаточное. Так что по навигации тут полнейший порядок. В игровом плане у смартфона, в принципе, все достаточно неплохо. Процессор, конечно, не топовый, но в игры поиграть можно. И даже такого вот уровня, как Asphalt, само собой, можно играть даже на максимальных настройках графики. То есть вполне все играбельно и комфортно. Если говорить за тяжелые игры, там всякие танки, то там графику нужно будет выставлять на средний уровень. То есть, ну, в принципе, неплохо там на таких вот средних показателях. PUBG тоже на таких вот, ну, чуть-чуть ниже среднего, я бы так вот сказал. Ну, а за Genshin Impact тоже поиграть можно, но графику придется выставлять уже на такой вот минимум, для того, чтобы комфортно себя чувствовать. Так что, в общем и целом, с играми справляется смартфон. Да, конечно, с тяжелыми графику придется выставлять на такой вот средний-низкий уровень, но в любом случае в игровом плане смартфону особых претензий у меня нет. Скоротать время в игровом плане тут однозначно можно. По нагреву вообще не перегревается смартфон, никакого дискомфорта, все в порядке, в пределах 38 градусов у нас корпус, так что тут тоже полнейший порядок. Так, теперь касаемо фонарика. Самое интересное, смотрим, это у нас яркость стандартного фонарика, то есть вспышечки маленькая у нас, в районе 300 люкс выдает. Теперь мы ее выключаем и включаем, смотрим, 1.3, 1.4, 1.5, то есть получается в 5 раз мощнее, в 5 раз мощнее от стандартного фонарика. 1.5 против 300 люкс. Но это еще не все, друзья. Здесь есть режим более мощный. Смотрим, и получается 2.7, 2.7, 2.6, 2.8, то есть у нас почти получается в 9 раз мощнее от стандартного фонарика. То есть мощь этого прожектора, реально прожектор, реально прожектор, получается в 9 раз, ну в 5 и в 9 раз. Тут у нас мощнее данный фонарик может быть использоваться вот здесь с такой вот супер-мега, супер-мега светодиодным прожектором. Вот такие, друзья. Еще раз демонстрирую. Это стандартный фонарик 300 люкс. 300 люкс, сразу могу сказать, это достаточно хорошие показатели. Вот смотрим, где-то в районе 300 люкс. Это хорошие показатели. Обычно вот у меня на стандартных телефонах там выдает где-то в районе 250-220. Здесь 300 люкс. Стандартный вот маленький фонарик, светодиодик. Теперь мы его выключаем и еще раз демонстрируем режим такой вот низкой освещенности, где-то 1.5 люкс, 1500 люкс, если вот так вот говорить. И 2, 2,700, 2,800, ну 2,700 пускай будет. Получается в 9 раз мощнее, в 9 раз мощнее от стандартного стадиода. Ну как бы прожектор, конечно, реально очень лупит по полной. Просто, просто вот светит очень мегамощно. Ну что, друзья, фонарик, действительно, самый мощный фонарик, который не попадался. Это однозначно, однозначно. Фонарь здесь просто, просто мегамощь. Не знаю, для чего это необходимо, но, по крайней мере, такая вот возможность иметь такой вот мегапрожектор в телефоне тут у нас имеется. Для рыбаков, для охотников, может быть, в принципе, такие вот мощные фонари, прожекторы пригодятся, нужны. Когда вот такого вот стандартного фонарика не хватает. Если не хотите брать с собой телефон, точнее, не хотите брать с собой фонарик отдельно, вот можно использовать телефон или фонарик. Вот так вот, друзья. Значит, теперь касаемо камеры. Камера у нас здесь имеет два модуля. Смотрите, есть стандартный сенсор на 64 мегапикселя. Что за сенсор я, к сожалению, узнать не смог. Вот, и есть 2-мегапиксельный макрообъектив. То есть, здесь вот два таких объектива. Давайте посмотрим на интерфейс камеры. Вот таким вот образом все это у нас дело выглядит. Ну, что могу сказать по камере? Ну, апература у нее не сильно прям-таки хорошая. Ну, ночью, в принципе, фотографировать относительно неплохо он может. Не топовые фотографии получаются, но в целом нормальные, нормальные. По записи видео, вот мне понравилось то, что здесь у нас поддерживается запись видео в 2К-разрешении, и при всем при этом есть электронная стабилизация. Вот это молодцы, то есть, вот придраться, по сути, ну, не к чему. Молодцы, то есть, качество фотографии нормальное, качество видеозаписи тоже достаточно хорошее. В целом, по камере у меня претензий к основному объективу нет. То есть, фотографируют вполне неплохо. Ну, макрообъектив, конечно, такой вот более номинальный, но использовать его тоже, в принципе, можно. Он двухмегапиксельный, от двухмегапикселей многого ожидать не приходится, но пользоваться им, в принципе, можно какими-то микросхемиками, в случае чего, сфотографировать, если необходимо, то это дело все можно будет сделать. По фронтальной камере она у нас на 32 мегапикселя. Вот к фронталочке у меня есть небольшие претензии, как-то вот я не в фокусе. То есть, такое ощущение, что немножко фокусное расстояние здесь не совсем правильно откалибровано. Либо она ближе, либо дальше находиться. Ну, в общем, вот по фото части фронталка немножко меня подрастояла. Но по видео части фронталка, наоборот, порадовала то, что есть Full HD режим, естественно, не HD, а Full HD. И тоже есть электронная стабилизация при записи видео с фронтальной камеры. А это редкость. В таких вот телефонах, ну, такого, ноунеймов или там третьего эшелона, в таких вот ударопрочных телефонах обычно фронталки без записи видео со стабилизацией. Тут это имеется. Так что, в общем и целом, камера очень даже неплохая. Но там, смотрите, примеры фото и видео. Ну, а фонарик, это, конечно, отдельная история. Это просто очень и очень крутая вещь. Мегапрожектор. Произведем тест камеры нашего смартфона. Запись производится в 2К разрешении. Давайте посмотрим, как у нас фокусировочка. Так, ну, фокус сразу могу сказать, что не быстрый. Не быстрый. Приходится немножко ждать, пока он сфокусируется. Теперь давайте пройдемся, посмотрим на работу стабилизации. Электронная стабилизация у нас здесь присутствует, небольшая. Ну, в целом, вроде бы, как отрабатывает относительно неплохо. Не идеально, но в целом нормально. Давайте зумирование произведем. Зум у нас здесь десятикратный. Детализация, в принципе, относительно неплохая. Ну, в общем и целом, качество видеозаписи вполне неплохое. Вполне неплохое. Снимать можно. 2К разрешение. В целом рабочее. А теперь проверим запись видео с фронтальной камеры. Также у нас здесь есть электронная стабилизация при записи видео с фронтальной камеры. Разрешение у нас здесь Full HD. 2К уже не поддерживается. Ну, в общем и целом, в принципе, снимать можно. Отрабатывает по видеочасти смартфон достаточно хорошо. Давайте произведем ночную видеосъемку. Специально снимаем от ванной, где у нас полная темнота. Значит, сейчас задействуется стандартный фонарик. Можете оценить, насколько светло с ним. То есть, ну, вот, не сильно прям-таки светло. Ну, как бы, в принципе, такой стандартный фонарик на стандартном телефоне. Теперь давайте переключимся на мощный. Ну, и теперь я включил мощный прожектор. Как видите, разница просто колоссальная. Просто колоссальная разница по яркости. Ну, действительно, в 9 раз более мощная. Так что в полной темноте задействовать такой вот фонарик можно. В частности, по видеосъемке разница заметна очень сильно. Так что в этом плане мощность фонарика реально впечатляет. А теперь давайте произведем ночную видеозапись на улице. Смотрите, я включил фонарик на телефоне. Он светит, но толку от него, вот, дерево спереди никак не освещается. То есть, совсем-совсем минимально можно заметить его работу. Если вообще можно заметить. И теперь я включил прожектор. Как видите, насколько он более мощный. Сразу видно дерево. Можно снять нижнюю часть. Вот, смотрите, насколько он ярко, мощно светит. Так что разница между стандартным светодиодом и этим прожектором Ощущается и заметно невооруженным взглядом. Продолжение следует... Емкость встроенного аккумулятора составляет 5200 мАч. Посмотрим на результаты разряда смартфона в разных условиях. Сколько он теряет за 10 часов воспроизведения видео по Wi-Fi при средних настройках яркости. А также, сколько он теряет за час игры в Asphalt 9. И сколько у него производится разряд за ночь при активной сим-карте. Как видите, показатели здесь вполне адекватные и нормальные. То есть, хорошая автономность, день гиперактивного использования он выдерживать у вас будет без проблем. В режиме умеренной эксплуатации вполне можно рассчитывать и на 2 дня. Так что автономность здесь хорошая. То есть, претензий нет и в режиме ожидания, самое главное, что он не сильно разряжается. В этом плане тут как бы оптимизация системы получается на достаточно хорошем уровне. Так что по автономности здесь все хорошо. Скорость зарядки тоже, в принципе, не сплоховала. 33 ватта поддержка у нас имеется. Может быть, хотелось бы, чтобы он немножко шустрее заряжался в сравнении с нынешними такими вот флагманами. Но в целом зарядка тоже здесь нормальная. Так что и автономность, и скорость зарядки у смартфона достаточно хорошая. Итак, друзья, давайте подойдите итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более наглядным, структурированным и объективным, воспоминайте нашу сравнительную таблицу и со всеми характеристиками. Что же я могу сказать про данный аппарат? А то, что это однозначно такой вот уникальный и самобытный смартфон. В плане такого вот мегапрожектора мне еще не попадался ни один смартфон. И сейчас я вот помониторил рынок, я других аппаратов таких вот и не видел. Так что однозначно здесь жирный плюс за такую вот уникальность и самобытность данному аппарату следует поставить. В категории достоинств что можно отнести? Во-первых, хорошую эргономику и качественную сборку. Вот эргономика это многое решает. Обычно ударопрочные смартфоны такие вот громоздкие в руке лежат, ну, не особо удобно. Этот смартфон лежит достаточно хорошо. То есть, в принципе, вот со стандартным смартфоном я его сравнивал не так, чтобы сильно прям он больше. Да, конечно, повесистее, потяжелее, но в целом вот я им пользовался, никакого дискомфорта я не испытывал. У меня рука, конечно, не особо маленькая, но все равно эргономика у него достаточно хорошая. Качество сборки, материалы, то есть такой вот soft-touch качественный, никаких таких вот лишних у него зазоров, ничего. То есть, эргономика хорошая, все продумано, но видно, что он собран качественно. То есть, действительно, вот по качеству сборки аппарат реально порадовал. Ну, естественно, это ударопрочность, влагозащита здесь, само собой, присутствует. Также экран вот немножко втоплен за периметры рамки. То есть, при падении обычно будет падение, скорее всего, на пластиковые рамки, не на сам экран, тоже хорошо. Качество экрана меня порадовало. Да, конечно, тут нет 120 Гц, но в целом, как для таких вот смартфонов ударопрочных, это стандартная такая вот норма. И вот по качеству картинки, по запасу яркости претензий к экрану у меня нет. Качественный, хороший IPS. Что еще сказать? Процессор вполне адекватный, нормальный. Да, это, конечно, некое топовое решение для таких вот тяжелых игр, но в целом мощности данного чипа хватит для всех повседневных задач и для даже таких вот современных тяжелых игр. Пусть и на максимальных настройках графики, но таких вот средне-минимальных играть можно. Так что, знаете, там, для таких вот не сильно геймеров мощности этого процессора вполне достаточно. Запасы памяти тоже хорошие, 8056, ни в чем нуждаться не будете, как говорится. Вот, ну и Капорт тоже отдельно следует выделить. Обычно редко в таких вот аппаратах находится Капорт, а это тоже существенный плюс. Что еще сказать? Ну, по недочетам можно выделить что? То, что вот в динамике сзади расположилась перфорация, и при, если когда вы кладете на ровную поверхность, вот так вот экран, точнее, ну, на заднюю часть, немножко перекрытие динамиков ощущается. Но оно не критичное. В целом, ну, может быть, немножко не доработали. Если бы здесь какую-нибудь пупырку сделали, чтобы не так перекрывалось, да, было бы лучше. То есть чуть-чуть, немножко, может быть, я бы доработал его. Что еще сказать по недочетам? Да, наверное, больше ничего. Вот по недочетам я существенных минусов у него никаких не выявил. Хороший, адекватный аппарат по программной части запись звонков порадовало. Ну, как бы, две дополнительные кнопки, которые можно настроить на разные задачи. Качество видеозаписи, кстати, тоже вот отдельно выделю. То, что обычно в ударопрочниках вот такого формата запись видео там Full HD и без стабилизации. Здесь есть 2К и есть стабилизация. Это очень хорошо. Так что вот за запись видео однозначно я похвалю данный аппарат. Ну, и, конечно, фонарик. Фонарик – это мега мощь. Ночью, если записывать какие-нибудь видео с таким вот прожектором, можно другие аппараты таких вот уникальных особенностей не имеют. А здесь как бы есть, вот там, не знаю, для рыбаков, для охотников вот такой вот мега фонарик на телефоне. Я думаю, что, может быть, кому-нибудь это пригодится. И в целом уникальности данного аппарата я выделю. Так что, в общем, в целом, у меня исключительно положительные впечатления от этого бренда. Пускай выпускают еще что-нибудь интересное. В целом, у Нигерц мне понравился бренд. Не такой вот какой-то бюджетный халтурщина. Ощущается, что, ну, видно, что люди поработали, подумали и вот представили такой вот уникальный самобытный аппарат. За это однозначно им плюс. Но там свое мнение касаемо данного устройства. Спешите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте и ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. На этом большое всем спасибо за внимание. Также напоминаю про сторонние соцсети YouTube, ВКонтакте, Яндекс.Зен. Для того, чтобы не потеряться в случае блокировки YouTube, советую подписаться и на другие площадки. На этом всем большое спасибо за внимание. Всем мира, добра и до скорых встреч в будущих обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok